Здравствуйте всем. Название данного спича «А что вдруг, если да?» Тут слово «вдруг» на самом деле лишнее, там должно было быть совсем другое слово, значительно менее культурное. И то, о чем я хочу поговорить, оно как бы противоположно всему смыслу, что ли, хождения на лекции. То есть люди ходят, чтобы узнать, как сделать, чтобы кто-то поделился какими-то типами, допустим, Джамма рассказал, как правильно балансировать 2D и 3D-арт. А я хочу поговорить о чем-то совершенно противоположном. Но прежде чем мы туда перейдем, я хочу представиться, потому что, вероятно, много кто в зале со мной не знаком. Я за последние 17 лет отработал во многих игровых компаниях на куче разных позиций. Из того, что имеет смысл упомянуть, это «Юбисофт Монреаль». В Канаде я там 6 лет проработал, сделал третье и четвертое «Ассасины». Потом «Уорнер Бразерс Геймс» в Монреале, там меньше года проработал. И по итогу «Варгейминг» немножечко в Киеве, сейчас в Минске, и работаю там креативным директором танков. Игроки об этих элементах моей биографии знают. Иногда делают всякие разные мемасы, издеваются и любят. В общем, это нормально. Как-то этой весной у нас случился релиз большого-большого патча, такого переобувания на ходу World of Tanks 1.0. Мы там поменяли, по сути, весь клиентский движок, переделали весь контент в игре и, в общем, выпустили такой гигантский патч. И по итогам вот этого обновления у нас креатив-директор, ой, господи, девелопинг-директор взял и сгорел. Он сказал, что я больше не могу. Он ушел в отпуск на месяц, потом вернулся, устроил истерику, ушел в отпуск на 2 недели, после чего прямо из этого отпуска уволился. И в какой-то момент времени я вдруг оказался такой, как российский герб, такая двуголовая курица с одной короной, потому что на меня завалило оба набора должностных обязанностей. И это заставило меня на некоторые вещи взглянуть совершенно иначе. И ключевой посыл вот этого взгляда был такой. Во-первых, жизнь плохих уроков не дает раз. Во-вторых, если что-то очень долго хорошо, это вовсе не значит, что потом вдруг не станет очень сильно плохо. Это называется принципом индюшки. Об этом пишет мой любимый автор Насим Талеб, автор книги «Черный лебедь» весьма знаменитой. И он рассказывает следующее. Для того, чтобы индюшку убить и зажарить на Рождество, ее вначале откармливают тысячу дней. То есть тысячу дней статистически у индюшки все прекрасно. То есть если вы возьмете период ее жизни в тысячу и один день, и замерите, как у нее выглядит ситуация, любая статистика предскажет вам, что у индюшки все точно так же прекрасно будет и далее. Все ровно до тысячу первого дня, когда ее убивают, она попадает в печку и после этого на стол. Вот. Вот. Ключевой момент всего выступления заключается в том, что если у вас все хорошо или у кого-то другого, там, вашей ролевой модели все хорошо, и вы видите, что это длится какое-то время или происходит как-то там вот понятным образом, ну, по итогу есть большая вероятность того, что это станет вдруг непонятным. И о ряде вещей имеет смысл думать сильно-сильно заранее. Еще есть такая одна же цитата этого же прекрасного автора. То есть я сейчас буду говорить про какие-то большие высокие материи, упоминать большие продукты, какие-то ситуации, которые с ними произошли. И мне очень легко нести макрачушь. Проверить это все равно очень тяжело. Вот. В отличие от совершенно практических вещей, типа того, что делается, например, с кусочком кода или с конкретным дизайном документа. Тем не менее, мне кажется, что разговор у нас пойдет о вещах, которые универсальны в достаточной мере и применимы как всем продуктам, как очень маленьким, так и очень большим, распространяемым по всем бизнес-моделям. Не все в равной степени, но в достаточном. Такое первое философское отступление. Парадокс нашей индустрии заключается в том, что мы не конкурируем даже на самом деле друг с другом. Мы конкурируем со всем, чем попало за время игрока. То есть наша единица, наша юнит-экономика, на самом деле, это один час времени, который игрок в нашей игре хочет провести. Если игрок по какой-то причине вдруг решает этого не делать, не его проблема, а исключительно 100% наша. И с каждым днем, с каждым годом конкуренция за вот этот час все жестче. Ситуация, которая была в конце 90-х, в начале 2000-х годов, ситуация, которая была в конце первого десятилетия 2000-х годов и сейчас отличается кардинально. И количеством сторов, и количеством продуктов, конкурентов, и количеством всяких других развлечений, которые люди могут предпочесть тому, что делаем мы. И посему, исходя из этого соображения, можно сказать следующее, что если у вас получился успешный релиз, вы восприняли все уроки, сделали прекрасный продакшн, выпустили замечательный продукт, на этом работа с вашей аудиторией, даже в случае синглплеерных игр, она по сути только начинается. И вы вступаете в такой очень сложный, очень непростой квест, целый тучи констрейнов, и этот квест очень легко может пойти не так. Что об этом говорит классическая теория управления рисками? Она идентифицирует три группы рисков. Рыночные риски, они прежде всего связаны с тем, что вы продаете, и сколько рынок этого добра способен абсорбировать. То есть если вы продаете там мочалки, это одна ситуация, если вы продаете майбахи, совершенно другая. Объем консюмеров, которые готовы покупать мочалки, там многократно превосходит объем консюмеров, которые готовы потреблять майбахи. Соответственно, скалирование вашего бизнеса очень сильно зависит от того, какой товар вы предлагаете рынку. Второе – это ресурсные риски. Чем больше ваш бизнес, тем больше вам надо людей, тем лучше вам надо делегировать, тем сложнее и больше вам надо нанимать новых сотрудников, и с каждым этим человеком вы вводите в свою структуру какое-то неизвестное, которое может сработать очень странно. И последнее – это инфраструктурные риски. Это возможность производства и возможность результата этого производства куда бы то ни было вывозить. То есть это все может звучать довольно сложно, давайте разберем это на простом примере. Мы когда, собственно, этот 1.0 выпустили, приехали на ГДЦ, и там было несколько интервью у меня интересных с IGN, и одно из этих интервью мы проводили внутри пивзавода. И мне это показалось странным, и я там организаторов этого интервью начал расспрашивать, что это такое, почему вдруг у нас внутри пивзавода интервью, и такой там стейджинг, там все приспособлено для съемок, камеры, там и все такое прочее. И, ну, не называя конкретных названий и имен, они мне рассказали следующую историю. Жила-была крафтовая пивоварня, и варила она очень замечательное пиво, очень вкусное. И у людей был скилл и была амбиция. То есть пиво, продукт у них был уже отличный, и он очень хорошо заходил той аудитории, которой они пытались его продавать. Они хотели большего. И есть в Сан-Франциско такой огромный футбольный стадион для американского футбола, называется Левис Стадиум. И вот они на одной из выставок поймали ЦЭО этого Левис Стадиума, напоили его своим пивом, он в пиво влюбился и подписал с ними контракт на монопольную поставку пива в Левис Стадиум. Выглядит этот стадион приблизительно вот так, когда он заполнен. То есть примерно раз в неделю, иногда два, иногда чуть-чуть реже, на стадион приезжает 75 тысяч человек в среднем посмотреть какой-нибудь матч. И предполагалось, что эта компания будет поставлять туда пиво на 75 тысяч человек, смотрящих игру. И очень быстро выяснилось, что у компании есть только одна из двух опций. Первая, они могут наварить необходимое количество пива, но из-за того, какое у них здание, они не могут его вывезти. Или же они могут начать вывозить нужный объем пива постепенно, но тогда они не успевают его наварить, потому что большую зону, где они складировали вот этот вот гигантский объем, это там 75 тысяч умножить на 6 бутылок за один вывоз в коробочке. Он просто не позволял там разворачиваться либо машинам, либо складировать пиво. Пошли нарушения сроков поставки, пошли нарушения контракта, пошли штрафы. Пива в результате не было. И компания приказала долго жить. Ее выкупили, основателей там больше нет. Они потеряли весь свой бизнес ровно только по той причине, что достигли замечательного успеха. Они нашли гигантский рынок и подписали нереальный контракт за очень-очень много денег. Вот это вот наш стейджинг, мы здесь снимали интервью со мной. И вот новый хозяин, он купил помещение ровно через дорогу. То есть вот это верхний, то же самое здание, в котором находился пивзавод. Они сдвинулись на, наверное, 15 метров. Вот он там все развернул по новой, расплатился по долгам и продолжает поставлять пиво под той же самой маркой на тот же самый стадион. У него все очень хорошо. Оригинальные владельцы не учли, не смогли справиться с масштабированием своего собственного бизнеса. Но у нас же все совсем по-другому. Ну, как бы совсем другая песочница. У нас диджитальная дистрибьюция, вот это вот все. Или не совсем. Или вообще нет. Я подумал, как я бы мог классифицировать те же самые группы рисков и как их можно перераспределить для того, чтобы больше соответствовать спецификам нашей индустрии. И далее я хочу, опираясь на вот этот постулат про индейку, каждый из этих пунктов попытаться проиллюстрировать на каком-нибудь реально произошедшем негативном примере. Ну, потому что на позитивных примерах, как мы выяснили, анализировать такого рода информацию достаточно опасно. Непонятно, к каким результатам можно прийти. Это вот три группы. Группа номер один. Для нас инфраструктурные риски. Это вообще не про машины, пиво, ящики и заводы. Это про систему доставки. Это про сторы, которые мы выбираем. Это про стабильность сервиса, если у нас есть в игре онлайн-компонента. Скорость обмена данными и менеджмент трафика. Quality of service. То есть возможность поддерживать очень долго-долго в стабильном состоянии продукт, который имеет онлайновый компонент. И, в конечном итоге, возможность исправлять ошибки вовремя. Потому что, как мы обговорили, игроки на самом деле, они сейчас в последнее время все меньше и меньше склонны ждать, пока же мы что-нибудь там забачим. Структурные риски очень сильно похожи на классический бизнес. Нам надо производить, вероятно, больше или производить что-либо не то, для того, чтобы вовремя адаптироваться к тому, что хочет игрок, что хочет и потребляет рынок. Это сроки во времени, сколько нам необходимо для того, чтобы произвести обновление, и через сколько люди это обновление ожидают в жизни, и при этом за это обновление готовы деньги платить. Объем вот этих обновлений в игровом времени. Например, произвести какой-нибудь контент, который проходится за два часа, и который будет ждать четыре месяца, выглядит как не очень хорошая бизнес-модель. И в конечном итоге те же самые люди, то есть наши с вами сотрудники, мы сами, которые обладают всеми негативными свойствами человеческого существа, слабой предсказуемостью, часто логичностью, эмоциональной какой-то реакцией на вещи, и могут, соответственно, не делать то, что система ожидает. И последняя такая самая интересная, на мой взгляд, вещь – это ошибочное целеуказание. Это когда по какой-то причине мы сами начинаем верить в то, что нам надо производить индикаторы. То есть мы начинаем производить KPI вместо того, чтобы производить, собственно, готовые продукты. Это назвал спорт ненужных достижений. То есть какое-то количество цифр вдруг начинают подменять реальный смысл того, что на самом деле происходит. И мы начинаем делать не тот юнит, не то, что ожидают люди. Пример номер один. Я его назвал «Нагрузка, при которой нам не жить». Мы его рассмотрим на двух играх. Собственно говоря, почти все время буду стараться говорить про текущую мою работу и текущую компанию, про Wargaming. Но время от времени, если есть более яркий и удачный пример, который иллюстрирует, как можно провалиться лучше, я буду использовать его. Итого, первый наш кандидат на премию Дармена – это Warhammer Online Age of Reckoning. Вышла игра в 2008 году. Некоторое время прессой, в том числе, считалась убийцей ворудов-варкрафтов. Продала за первые две недели 1,2 миллиона копий. При этом 800 тысяч человек немедленно оплатили подписку на как минимум 1 месяц вперед, с учетом бесплатного месяца подписки. Это был несомненный успех. Но был нюанс. То есть игра предоставляла Wargaming 13 серверов. И вот на эти 13 серверов начали ломиться люди. При капасите на каждом сервере примерно 10 тысяч человек. Соответственно, у них получилось немножко меньше серверов, чем нужно было. Что приводило к лагам, потому что время от времени ложилась вся система. Сервера забывали прогресс игроков. Ну и, в общем, всячески радовали своих фанатов. Компания Electronic Arts – очень сильно небедная компания. Вероятно, наверное, вторая в мире по богатству компания решила проблему решать мощно. Они начали разворачивать гигантский набор пластеров. Занял это у них 4 месяца. За эти 4 месяца они потеряли полмиллиона подписчиков. И потратили на то, чтобы развернуть это серверное облако, чуть-чуть больше, чем полмиллиарда долларов. Развернули. Серверов стало очень много. По-моему, 72. А игроков стало очень мало. В результате проблема перевернулась. Сделала сайт омортали. И теперь игроки бегали по пустым серверам с криками «Ау!» «Тут кто-то не вообще живой!» Игра упала до 300 тысяч человек, сохраняющих подписку. И компания Electronic Arts бросилась убирать лишние сервера. И убирала их еще 4 месяца. Убрала. И на собрании акционеров декларировала 1 миллиард долларов убытка. Игра просуществовала еще несколько лет ни шатка, ни валка. Никогда даже близко не подойдя к точке, когда она купила все затраты, потраченные на то, чтобы ее же саму спасти. Или же монетизировать ее первоначальный офигенный успех. Историю эту я знаю потому, что вместе со мной сейчас работает Пол Барнетт, который был тогда креативным директором замечательного продукта. И он даже в какой-то момент времени прекратил выступать, потому что самый первый вопрос на любой выставке, на любую тему, какую бы он ни выступал, это «Расскажите, пожалуйста, как вы так пролюбили Age of Recon». Другой пример. Это довольно известная игра под названием World of Tanks. Вышла она в 2010 году в официальный релиз. И ожидания компании были примерно следующие. На самом большом, тогда единственном Ру-кластере, мы думаем, что у нас будет 100 тысяч ПЦЦУ, то есть пикового значения конкурент одновременно залогиненных юзеров. Ну, в крайнем-крайнем случае 125. Это был такой предикшен. Все бизнес-модели были вокруг него построены, все железо развернуто и закуплено, исходя из вот этого предикшена, включало оно даже некоторый резерв. А все оказалось совсем не так. Игроку начало приходить больше, потом сильно больше, потом в два раза больше, потом в три раза больше. И у Wargaming'а начались ровно те же самые проблемы, что и у Electronic Arts и Age of Reconning. К счастью для компании оказалось, что игра в общем в каком-то смысле культурный феномен. У игры совершенно не было в тот момент вообще ни единого конкурента. Она была уникальна в своем роде. И третья, маленькая-маленькая компания, не обремененная никакой в тот момент бюрократической нагрузкой, сильными вертикалями, там тогда в тот момент, кажется, человек 80 работал вообще в принципе в ВГ. Она собралась огромной кучей и придумала какую-то церковь тонну оптимизации разнообразных. То есть, например, какое-то время в танках танки, ездящие со скоростью выше некого трешолда, они вообще телепортами передвигались. То есть это был результат оптимизации серверной нагрузки, сделанной буквально за три дня, без шуток за три. И это позволило увеличить пропускную способность железа примерно в два раза и кое-как дожить до момента, когда пришли деньги и сервера развернули. То есть в принципе это так на тоненького, могло и не прокатить. Если бы компания была чутка побольше, или чутка побогаче, или игра не попала, не создала Blue Ocean, которого до этого не существовало, и люди туда не готовы были ждать, то скорее всего я бы работал сейчас с какой-нибудь другой компанией, а про эту игру никто бы уже и не вспомнил ничего. То есть почему люди вообще принимают такие зачастую странные решения? Здесь такая эмоциональная кривая. Если представить себе, что первая ее треть, которая за границами Красного Квадрата, эта ситуация, вот мы отролизировались, мы оптимистично расстроены, мы начинаем видеть какие-то классные цифры, у нас возникает воодушевление, переходящее в восторг, и вот она там эйфория, победа, деньги сыпятся просто с неба, как с печатного станка. И тут начинаются проблемы. И вот эти вот проблемы, они очень быстро переходят в такую фазу, где человек как существо начинает делать большое количество ошибок. Мы очень моментально проходим от беспокойства, ой-ой-ой-ой, а все ли будет нормально, сквозь страх, что все пропало, ничего не работает, мы все умрем, и доходим в результате вот такого депрессивного состояния. И если мы способны его пережить по какой-то причине, то есть он из нас догнался без зуба и тигра на входе в пещеру, то дальше после этого потихонечку остываем и обратно переходим к нормальному своему человеческому состоянию. Вот внутри вот этого Красного Квадрата очень плохо принимать какие угодно решения. Внутри этого Красного Квадрата очень хорошо делать ошибки. И каждый раз, когда у вас срабатывает такого типа инфраструктурный риск, то вероятнее всего продукт или компания, или владельцы компании, или большая куча людей в этом продукте, они просто не выживут, потому что они в этот момент наделают столько ошибок, сколько в принципе наделать возможно. И скорее всего, это такой вывод раз. Если вы выходите и ваш проект потенциально может быть подвержен инфраструктурным рискам, если вы выходите без плана B, вам будет плохо. Почти наверняка будет плохо, особенно если у вас будет успешный продукт. Дальше. Есть такая знаменитая поговорка «Позже лучше, чем никогда». Вот на самом деле в нашем с вами бизнесе очень часто позже ни разу не лучше, чем никогда, и практически равняется этому самому никогда. Я вам, для того, чтобы это проиллюстрировать, расскажу про другой продукт компании Wargaming – Total War Arena. Это продукт, который Wargaming разрабатывал в кооперации с Sega и Creative Assembly. Он основан на очень известной франшизе. У нее есть большое количество очень верных сторонников. Продукты Total War'а продаются хорошо много-много лет, уже, наверное, лет 15. Вот. И когда продукт анонсировали широко, мы его представляли на разных площадках. Он был на Gamescom, он был там на GDC, в бизнес-зонах, где это положено в паблик-зонах, и на всяких паксах. Короче, везде мы с ним ездили. И не то, чтобы там кто-то рассчитывал сделать вторые танки, но в общем и целом, когда продукт отрелизился, где-то через месяц было 178 тысяч человек пикового онлайна, что, в общем, довольно неплохо. Но тут возник нюанс. Дело в том, что Creative Assembly делает еще всякие другие игры, и поэтому они не смогли найти дополнительно людей и ресурсов для того, чтобы в этом продукте, согласно изначальному плану, поддерживать релизы контента. В любой фри-то-плейной монетизированной игре, если у вас нету контента, то бишь товара, который продается, ну, люди ничего не будут покупать, соответственно, у вас не будет денег. Если у вас нету денег, у вас нету возможности расширять команду, набирать и тренировать новых людей. А если у вас нету команды, у вас нету контента. Вот такой вот замкнутый замечательный круг. Вот ровно вот эта ситуация с игрой произошла. За меньше чем год, вышли мы в феврале 2018 года, и закроемся в феврале 2019 года. Меньше чем за год мы умудрились потерять практически всю ту аудиторию, и она просто ушла. И нечего там стало делать. Какие-то истерические попытки создать контент, который будет зарабатывать деньги, чтобы развязать эту проблему, привели к тому, что на всяких реддетах поднялся вой по поводу того, что игра стала pay to win, и это вообще типа все не айс, все очень плохо, и только усилило тенденцию к оттоку игроков. То есть на данный момент игра, по сути говоря, мертва, ее может быть всегда захочет переиздать на стиме, может не захочет, посмотрим, как это все будет у них происходить. Но как продукт, который потенциально мог быть очень-очень финансово успешным, все-таки 178 КПЦЦУ, это немного у кого бывает, он себя не оправдал. Что произошло примерно в этом случае? То есть есть разработка, она у нас идет долго, и в общем плюс-минус последовательно. То есть мы делаем какие-то блоки, у нас есть гиты, стадии, милстоуны, как их ни назови. И так как мы планируем в долгую, мы способны хорошо распределять нагрузку, и количество произведенного стаффа у нас в данном случае будет равно, грубо говоря, площади красного такого прямоугольника, который туда в бесконечность в прошлое уходит. В какой-то момент мы делаем анонс. С этого момента игроки начинают строить свои ожидания. Они что-то от игры хотят, они думают, что там что-то будет, ну и ждут, собственно говоря, релиза. То есть зачастую в момент релиза ожидания игроков более-менее, ну не в десятки раз отличаются от того, что на самом деле выпускается. Но после того, как игра попадает им в руки, они пробуют, находят какие-то вещи, которые не совпадают, а потом сильно не совпадают, они начинают хотеть чего-то большего. То есть их ожидания быстро-быстро возрастают, а мы за ними угнаться не можем. Причем угнаться не можем никогда, потому что каждый раз, когда мы нанимаем более-менее значительное количество людей в команду, там, не знаю, там 20, 15, 20, 30 процентов, каждая команда должна проходить стабилизационную фазу. То есть какое-то время увеличивать дальше количество людей очень нехорошая идея. Вот. И за это время ожидания игроков продолжают возрастать. И мы отстаем. С каждым циклом такого подъема мы отстаем все больше и больше и больше. Через какое-то время ожидания перерастают вот по тому же, собственно, графику. В депрессию люди говорят, да то его нафиг, еще ничего не делают, короче, нас не поддерживают, комьюнити не слышат. Ну и там любые другие термины, которые вы наверняка все читали на форумах. И игра умирает. Иногда это происходит за очень короткий промежуток времени. Отсюда вывод 2. Если у вас есть LifeOps или вы хотите поднимать свою там рапу через какие-то DLC, любой другой контент, то после того, как вы срелизитесь, у вас будет значительно меньше пространства, куда бежать, чем до того момента. Потому что ожидания игрока, они не просто имеют тенденцию к росту, они еще и при этом устанавливают очень жесткий таймфрейм, в рамках которых эти ожидания должны быть установлены. То есть у вас появляется измерение, которого до этого и близко даже не было. И поэтому обычно в продуктах, особенно которые какое-то время предполагают оперироваться и монетизировать игроков, команды, которые занимаются LifeSupport, численно могут быть значительно до 10 раз больше, чем в продуктах, которые находятся в производстве. Другая сторона этого же риска, теперь ресурсная. Я ее назвал хороший работник, плохой менеджер, ужасный директор. Это все один и тот же человек. Расскажу я вам опять про компанию Wargaming. Вот у нас такой офис есть красивый. Вот когда в Wargaming было там условно 80 человек, это было в конце 2010 года. И когда я пришел в Wargaming, это была середина 2014 года, количество людей в компании выросло за это время в 30, наверное, раз, до почти 4 тысяч человек. Как это происходило? Очевидно, какая-то иерархия существовала. У каждого человека был какой-то там менеджер-руководитель. У кого-то это был, собственно, Витя Кислый, у кого-то какой-нибудь там сеньор-инженер. И эти руководители начали промоутиться для того, чтобы вбирать в себя вот эту новую структуру, гигантское количество людей, которые заходят внутрь. И вдруг оказывалось, что рано или поздно каждый из этих руководителей делал адскую фатальную ошибку. Он что-то такое чудил, что все думали, господи, как же так, Вася, он же нормальный всю жизнь был, а тут как не отмочит. И какое-то время из-за этого очень сильно лихорадила компания. Там постоянно менялся, если кто-то за новостями подобного рода любит следить, там постоянно там, то этот глобал там большой начальник поменяется, то тот глобал большой начальник поменяется, то там еще кого-то снесет, то там полминского менеджмента куда-то денется, то полнового появится. И вот это вот такая была движуха. Она продолжалась, пока нашему владельцу не надоело. Он начал легионеров набирать, благо денег, как у дураков, антиков у нас, поэтому вперед. Мы начали искать людей по всей индустрии с обалденными профилями. Вот тот же самый Пол Барнетт, у него там, он по-моему, игры делает дольше, чем я живу. Начиная там с фигурок для Вархаммера. И мы находили этих людей. Они за очень большие деньги начинали на нас работать. Но они приходили не изнутри компании с культурой и с пониманием продукта, а извне компании, с другой культурой и пониманием других продуктов или других бизнес-моделей. И в общем, обычно они все начинали очень храбро. Я сам попал в такую же группу, условно говоря, легионеров, которого там из Канады привезли. Они начинали все очень храбро, потом вдруг приходили к выводу, что все идет совершенно не так. Их очень часто куда-то горизонтально перемещали. Вот был у нас, например, Global HR директор, который вдруг резко стал в определенный момент времени директором сортпати продуктов. То есть такое перемещение удивительное. И потом уходили. И на данный момент времени вот этот легионерский раш у нас тоже закончился. И если бы мы не были такими устойчивыми и большими, не были, опять же, культурным феноменом, вероятно, за вот это чудесное время преобразования компания бы уже другая перестала существовать. И тому примеры, в общем-то, история тоже знает. Что при этом происходит? Есть всех задолбавшие на самом деле этот принцип Питера о том, что какая-то вещь, она используется до тех пор во все более и более сложных условиях, пока ее использование не приводит к катастрофе. Вот, собственно говоря, в ресурсовом менеджменте, получается, в управлении человеками, получается, примерно, то же самое. Почему так получается? Для этого есть у нас другое объяснение в умной научной теории, называется это эффект Деннинга-Крюгера. Он говорит о том, что человек, который вступает на новую позицию, начинает заниматься новыми вещами, он очень быстро набирает уверенность. При этом эта уверенность никаким образом не соответствует его практическим навыкам. Потом, когда он начинает осознавать всю глубину глубин, куда он попал, а с чем ему придется иметь дело, этот человек попадает в депрессию, ему становится очень плохо. Он вдруг осознает, что ничего не знает, как справляться со своей работой непонятно, чего его здесь держат, неясно. И как бы это так, его тут на этой точке не запалили, пока не уволили по-быстрому. И только со временем, находясь на одной и той же ступеньке, несколько лет, человек, набирая опыт, решать те или иные проблемы, в результате выгребает из вот этой депрессивной ямы. Так вот, если бизнес у вас растет взрывными темпами, вы наиболее вероятно промоутите людей в одном из этих двух состояний, которые обведены красными кружочками. Когда человек абсолютно уверен, что он вообще все знает, и он прям вот сейчас все сделает, и на новой должности ничего сложного нет, он прекрасно справлялся, или же когда он считает, что он ничего не знает, ничего не понимает, но отказаться от промоушена не может, потому что он очень боится, что все узнают, что ничего не знает и не понимает, и уволят его. А признание в данном случае своей неготовности к промоушену воспринимает как слабость и ошибку. Итого, вывод номер 3 у нас будет такой. Рост компании ударными темпами более вероятно приводит к ускорению продвижения сотрудников к порогу некомпетентности. И в случае, если это происходит ударно, мощно, резко и бодро, то скорее всего приведет это не к росту бизнеса, а к тому, что этот бизнес погибнет и умрет. Возможно, вместе со всей организацией, в которой находятся. И сразу же, вывод 4, такой немножко более глобальный. Он звучит так. Большие компании становятся большими только постепенно, а быстро получаются хорошие кейсы для бизнес-школ. Вот. На вот этой там такой замечательной ноте переходим к следующей группе проблем. Я их назвал 50 оттенков лакмуса. Я хочу рассказать этот кейс на примере двух игровых ивентов, которые мы провели в игре World of Tanks в рамках вот этого года. Первый ивент мы делали посвященным чемпионату мира по футболу. В танках в 2016 году уже был один ивент посвященный чемпионату мира по футболу. Он был достаточно недешевым в разработке и показал довольно странные KPI. Мы начали мерить, как там себя игроки вели в этом ивенте. Ну и, собственно, дофига чего меряем на самом деле. И выяснили следующее, что из 100% людей, которые в ивент сыграли в первый день, в пятый день в него продолжали играть только 10%. Вот мы собрались, умные все менеджеры, почесали репу, сказали, не, это очень плохо, очень-очень плохо. Мы должны установить новые, совершенно другие KPI для нашего нового футбольного ивента, потому что он опять-таки дорогой, это очень атипичный для танков геймплей. И мы решили, что мы обязательно хотим такой ивент, у которой на 14-й день в ивенте останется минимум 30% игроков. И вот это была наша самая самая основная цель. Вокруг нее формировался весь дизайн. Так, как же нам так сделать, чтобы люди подольше оставались? Они, конечно, должны учиться, соответственно, какой-то difficulty learning curve должен быть значительно более плавным. Управлять танком, одновременно стрелять, одновременно толкать мячик очень сложно, поэтому мы сделали огромный мячик, такой, как полтора танка. Вот. Мы полностью из-за огромного мячика отказались от игры корпусом, потому что мячик этот через танк имел свойство перекатываться, ну и как бы игру корпуса мы из ивента вывели. Мы там еще кучу таких же решений принимали, все было посвящено одной главной цели. 30% на 14-й день. 30% на 14-й день. Нам немножко повезло в очередной раз, потому что у нас была кооперация с Буфоном, такой футболист очень знаменитый итальянский, и она у нас была вообще связана с совершенно другим проектом, с релизом итальянской ветки танков, и мы должны были в Милане вместе с Буфоном плясать перед комьюнити журналистами, рассказывать, какая там замечательная итальянская ветка. Но его тренер не отпустил, футболист остался на базе, это был вообще его последний прощальный матч, его тренер просто не отпустил, он там не приехал, и как бы остался должен. И в определенный момент времени прибегает ко мне Антон Панков, наш директор оперирования говорит, знаете, ребята, тут такая ситуация, в общем, давайте Буфуна в футбол вставлять. Ну, как бы футболист, логично, футбол логично, то есть, ну, вообще денег стоит ему еще доплатить придется немножко, то есть, одно дело там вечер со сцены провещать с журналистами коктейли попить, а второе дело вот лицом торговать пять недель. И поэтому надо как-то монетизацию в ивент вкрутить. Ну, мы там чуть напряглись и вот взяли и вкрутили. И если бы не эта монетизация, то мы плакали бы мы очень-очень сильно, потому что оказалось дальше вот что. Мы справились, мы очень хорошо справились с нашей задачей. У нас не то, что на 14, у нас на 30-й день 30% народа осталось и на 35-й 30% народа осталось. Всего МАУ игры. И это означало, что в этот момент они не играют в игру, они играют в футбол. А так как это фан-мод, у него внутри нулевая экономика. Это значит, что игроки ничего не тратят. И это значит, что они им ничего не платят. Вот. И у нас треть всей аудитории на 5 недель проведения иванта просто прекратила играть в танки. Она играла в футбол. Вот. Потом прибежали все подряд начиная от СФО заканчивая СФО и долго били палками по тупым головам. Потому что там такой график замечательный ровенью. Я, к сожалению, не имею права такое показывать, но поверьте, именно на слово было очень неприятно. И обратная ситуация. У нас был очень хороший Хэллоуин в игре в прошлом году. И мы решили делать Хэллоуин в игре в этом году еще лучше, еще прекраснее. Киевская команда, порекламирую, делает этот Хэллоуин. Для них это был первый опыт делать нечто подобного объема и рода в определенные сроки. Это то, что мы называем фиша класса А. Она прибита гвоздями к внешней дате, потому что никому Хэллоуин в середине декабря не нужен. Поэтому его надо выпустить в конкретный момент времени. Где-то посередине процесса их разработки я приехал к ним в офис, там была такая красивая доска, где очень интересная вся структура ивента нарисована. То есть такие блоки, что с чем соединяется, какие механики здесь, какие механики там, геймплей, боссы и так далее. Тогда приехал, взял губку и ровно половину оттуда стер, потому что стало очевидно, что ребята просто не успеют. И лучше сделать вот эту половину настолько хорошо, насколько возможно, чем не сделать ивент вообще. Ивент получился объективно говоря достаточно скучненьким. По сравнению с метриками ивентов футбольного у него были ужасные метрики и замечательные метрики у игры. Потому что народ в этом ивенте получал некую форму награды за усилия в ивенте, которая работала в рандоме, то есть в нашем основном игровом режиме. И поэтому народ поиграв в ивент шел играть в рандом. И так он делал всю длину ивента. В результате такие интересные показатели, как длина сессии в часах одного человека выросли там на 30-40%, потому что люди эти дополнительные часы или там дополнительные минуты проводили в Хэллоуине, а потом делали все то же самое, как обычно. Мы увеличили свой дау, мы увеличили свой мау, мы увеличили свои там прочие важные для игроков ПСУшные показатели, потому что их там бросают от паники в эйфорию тоже. Типа игра умирает, ой, опять набежала 600 тысяч человек, ну и так далее. Иван показал себя совершенно замечательно не потому, что кто-то пытался его сделать совершенно замечательным, а ровно потому, что когда его делали, никто в принципе не пытался попасть ни в какую одну конкретно взятую величину. И вот на этом слайде хотел показать какие-то умные графики для того, чтобы поддержать вот этот свой поинт, но к сожалению, не получается это сделать таким образом, чтобы оно было и наглядно и убедительно и при этом не нарушало какие-то мои NDA, поэтому вам придется мне и Кимбербэтчу поверить на слово. То есть так вот оно и было. Из этого можно сделать следующий вывод. Достижение метрик не является целью работы производителя игр. Удержание игрока или там какие-то другие циферки являются следствием того, что игра хорошая. попытка назначить индикатор даже в слове KPI закрыто, зарыто настоящая его ценность и смысл. Это индикатор, это лакмусовая бумажка. Попытка назначить изменение цвета лакмусовой бумажки целью эксперимента безумна. Так делать не надо. Это плохо, это приводит к тому, что вы теряете деньги, вы теряете игроков и вы по итогу можете потерять всю игру. Вывод 6. Тоже связанный немножко с KPI. Опять же, господин Аталия здесь процитирую, любая сложная система обладает тем свойством, что сумма ее частей не равна целому, потому что сумма частей исключает интеракцию между ними. Каждый конкретный KPI это описание части или гамм-группы частей, но он не способен никаким образом отразить, как будет вести себя игра. Нельзя дизайнить по KPI, нельзя строить бизнес, опираясь на KPI. KPI отражают успех вашего построения бизнеса и только так. Ну и попытаемся нам, мне там показывают, остается 5 минут, у меня там остается 5 слайдов, так что можно считать, что я успешно за джаммой заменеджел в свое время. Шаг номер один. Если ваш продукт потенциально может быть подвержен инфраструктурным рискам, думайте о них сильно заранее. Это не значит, что я рекомендую деплоить в 2 или в 3 раза больше, или в 5 раз больше мощностей. Это означает, что вы должны знать, где их взять, если они вам будут надо. Потому что если вы даже знать этого не будете, вы поедете вот той вот кривой, очутитесь в депрессии, ничего так и не найдете, и все умрет. Номер два. Если у вас нету значительного резерва сотрудников, готовьте первые несколько обновлений заранее. Держите их в кармане тогда, когда вы еще находитесь в человеческом продакшене. Если вы этого делать не будете, вы рискуете всей своей работой. Это казино. Здесь может повезти, может не повезти. Если вы готовы играть в это казино и рисковать годами вашей работы, флаг вам в руки. Опять-таки, даже если у вас на самом деле такой резерв потенциальный, если они специально есть, то существует риск, что воспользоваться им грамотно не удастся. И Division, Destiny 2, еще некоторые продукты могут вам очень легко это доказать. У них там всего хватает, людей, денег, времени, офисов и не хватает игроков. Третье. В случае, если рост бизнеса заранее тщательно не подготовлен, иногда просто лучше не расти. Если бы это правило было бы неправдой, то тогда никто бы не знал о компании Walmart и все бы знали о компании Amos Stores. Они когда-то дружно конкурировали за один и тот же рынок. Amos Stores рос как на дрожжах, а Walmart рос там раз в 7 медленнее. И много людей, купившись на вот такой замечательный рост, приобрели акции Amos Stores. Они потом горько-горько рыдали на этот счет, когда компания единомоментно свернулась и потом долго распродавала обломки своей недвижимости. Четвертое, наверное, самое важное. Успех игры, да и бизнеса в целом не определяется достижением KPI. Все вообще ровно наоборот. Достижения KPI подтверждают тот факт, что ваш бизнес, проект, игра успешны. Если вы не будете думать в правильную сторону, вы не будете делать правильный продукт. Ну и, собственно, завершив, завершить хочется следующим моментом. То есть, что бы я здесь не рассказывал, на самом деле, самое ключевое, смотрите по сторонам, смотрите на другие продукты, похожие, непохожие, пытайтесь анализировать, что они сделали прежде всего плохо, потому что то, что они делают хорошо, вы и так анализируете. И помните вот о таком постулате. Если что-то глупое работает, вам оно кажется глупым, вот 100% глупое, но при этом делая деньги, глупым оно не бывает. Возможно, глупый в этой интеракции кто-то другой. Большое спасибо. Спасибо. Вопросы? Спасибо большое. Будут ли вопросы? Да. Спасибо. Очень интересно, познавательно. Вопрос такой, а что же, какое решение вот в росте компании при сотрудниках, проблеме сотрудников, когда с одной стороны легионеры не помогают, ну и, собственно, буст тоже не помогает. Спасибо. Объективно говоря, как такового решения вероятно нет, и вам надо менять подход, как вы работаете с рынком и продуктом. Если вы попытаетесь расти слишком быстро, скорее всего, вы обвалитесь под собственным весом. Поэтому в некоторых случаях лучше просто не расти. Очень четко, каждый раз, понимая, что произойдет, если вы выдадите рост, хватает ли у вас кадрового резерва внутреннего, хватает ли у вас на самом деле людей, которые готовы на промоушен. И, соответственно, расти только в тех объемах, которые ваша структура внутри позволяет. Если у вас есть очень много денег, возможно, имеет смысл работать с какими-то внешними партнерами, возможно, имеет смысл искать аутстав, аутсорс, любую другую форму, там, где риски менеджмента, кто-то возьмет за вас. Если вы возьмете их сами, результаты. То есть, забегая в прошлое, лучше бы, вот, варгейминг бы пошел бы по этому пути, это было бы правильно. Ну, с моей точки зрения, да, с точки зрения вот господина Талеба тоже. То есть, мы с ним в этом смысле солидарны. Если бы варгейминг рос медленнее, то компания была бы значительно более стабильной. Сейчас мы потратили, по сути говоря, вот мы за 5 лет выросли, и 5 лет мы потратили на стабилизацию. Я не думаю, что это конец на самом деле. Спасибо. Еще вопрос. Здравствуйте. Я немножко запутался вот в зависимости KPI, может вы объясните. Все-таки мы смотрим на показатель, делаем с него выводы и дальше ставим какие-то цели. Но вы говорите, что все-таки KPI так не работает. Зачем тогда KPI по-вашему? Ну, я не зря его сравнил с лакмусовой бумагой. То есть, например, целью добавления на некий там цинк, например, кислоты является получение воды и оксида цинка. О том, что это произошло, вам подскажет лакмусовая бумажка. Вы засовываете ее в раствор и видите, что цвет лакмусовой бумажки изменился. KPI – это лакмусовая бумажка. Вот я в этом вижу его ценность. То есть, вы делаете некоторую гипотезу, выдвигаете некоторую гипотезу, вы проверяете ее на реальном кейсе, вы KPI-м измеряете, насколько вы близки и дальше свой камертон внутренней тюнете. Если вы будете четко работать на то, чтобы один KPI вырос или два или три KPI выросли, какие-то другие вещи будут все время страдать. То есть, это все относится на самом деле к вопросу, вы играете в долгую или в короткую. Если вы играете в короткую, то есть, у вас такой продукт, в котором основная цель отнять относительно честным способом деньги у населения, как говорил Остап Бендер, то в таком случае нормальная тема бить на вот эти денежные KPI. Но такой продукт, он долго не проживет. Он, впрочем, и не сделан для этого. Если вы играете в длинную, то достижение вот этих KPI может противоречить вашей базовой цели. То есть, если вы меняете деньги на игроков, вы выигрываете сегодня и проигрываете послезавтра. Если, условно говоря, в какой-то момент времени мне придется делать выбор, заработать сегодня дополнительные, допустим, условно 5 миллионов долларов и пожертвовать существованием, потенциалом существования игры в следующие три года, так вот, относительно ревеню за три года 5 миллионов долларов ничего. Это просто ноль. Соответственно, то, к чему я призываю, это не использовать мышление, которое основано на том, чтобы работать с частностью вместо того, чтобы работать с целым. И использовать KPI для того, чтобы проверять по частностям некое состояние системы, а не использовать их как самоцель. Вот, собственно, такой ответ. Спасибо большое. Еще вопрос? Да, я все на ту же тему. В общем, KPI-driven development на сегодняшний день, наверное, является такой серьезной мантрой многих бизнесов, об этом проводится куча всяких семинаров, лекций, все рассказывают, как же делать свой бизнес, чтобы драйвить KPI. И вот тут такое мощное bold statement, что нет. А как, собственно, внутри варгейминга этот bold statement воспринимается? На самом деле, через распределение ролей. То есть, моя роль как креативного директора, собственно говоря, обеспечивает игру в долгую. роль оперирования, которая нередко заинтересована в том, чтобы закрывать какой-то там период, потому что есть другие операционные расходы, надо за электричество платить, зарплаты и так далее, она другая. Вот в этом, таком назовем его, конструктивном конфликте мы и живем. То есть, он должен быть, он конфликт не в том смысле, что мы там ругаемся друг на друга и помидорами друг в друга кидаемся, он конфликт в том смысле, что мы находимся на изначально противоположных точках зрения. И каждый раз, решая ту или иную ситуацию внутри некого здорового окружения, мы спорим и пытаемся найти правильный выход, который позволит максимально выполнить то и другое желательно одновременно. В каких-то отдельных случаях аргументы одной из сторон очевидно могут перевешивать. Здесь нету великого никогда так не делайте. То есть, опять же, самое начало, макрочушь, чушь нести легко. Прикол в том, что если вы будете делать только одним способом, вы неминуемо закончите плохо. Вот так. Спасибо большое. Вопросы не заканчиваются. Еще один вопрос. Вы показывали график насчет того эйфория, депрессия, страх и так далее. И вот в определенных стадиях нельзя делать промоушен каких-то сотрудников. Вопрос в том, а когда можно? То есть, когда если постепенно компания растет, когда лучше продвигать этих людей, чтобы они понимали, чем они занимаются? Наверное, тогда, когда вы точно уверены, что сотрудник варквалифай для своей должности. То есть, вариации проверки никто никогда не отменял никаких испытательных строков. Испытательные строка могут быть использованы в том числе внутри и в том числе во время промоушенов. То есть, смысл вот этого всего куска был в том, что промоутить нужно не того, кто доказал свою эффективность на предыдущем месте работы, а того, кто может доказать свою эффективность на текущем месте работы, на новом. Поэтому схема, которая мне нравится, которую я пользуюсь, это промоушен в испытательный срок для того, чтобы человек мог себя по фактам пробить. И никогда не циклический промоушен один за другим в очень короткие сроки ровно по той причине, что я скорее всего попаду либо в одну либо в другую зону. И опять же, как человеческое существо способное и часто ошибающееся, я с высокой долей вероятности не угадаю, в какой точке находится сотрудник. То есть, единственным правильным способом измерения является время на предыдущей работе и ваша многократная убежденность на многих-многих примерах, что сотрудник перерос позицию. Снова таки, даже если у вас есть совершенно замечательный программист с отличными soft skills, хорошо вообще у него поинтересоваться, может он просто кодить любит. Может быть ему вот эта вся менеджерская туфта она не нужна и он не хочет никаких ван-ин-ванов, он не хочет никому зарплаты какие-то формировать, повышения, лечить его в случае, если у этого человека вава в голове образовалась и так далее. Он просто кодить хочет. Поэтому вот такие шаги. Первое, убедиться, что человек хочет делать ту работу, на которую вы собираетесь его запромотить. Второе, убедиться, что он на предыдущей работе пробыл достаточно долгое время для того, чтобы стать оверквалифайд для нее. И третье, на наците кейсах убедиться, что он все же оверквалифайд. И только после этого переводить воспитательный срок и дальше промоутить еще финально. Спасибо большое. Вопрос с галерки. Здравствуйте. Очень хороший доклад был, очень понравился. Я вот касательно последнего слайда, если что-то глупое работает и делает деньги, глупым оно не может быть. Есть ли какой-то пример из опыта вот насчет того, что вы думали, возможно, что это глупо, а оказалось все-таки неглупое? Да, давайте я из своего вам его дам. В тот момент времени, когда меня варгейминг начал интервьюировать, меня попросили написать несколько документов, описывающих то, что с моей точки зрения неправильно в нескольких продуктах компании. Я их написал. Я искренне в тот момент очень честно считал, что эти вещи абсолютно неправильны, а логичны, если их исправить, станет только лучше. На данный момент времени, проработав, уже в общем-то пятый год скоро закончится, проработав почти пять лет, разобравшись, имея время покопаться в том числе и в данных, имея время посмотреть, как это все живет в динамике, имея время понять, каким образом игра взаимодействует со своим потребителем, какой этот потребитель, я, наверное, сам бы себя убил за эти документы. Потому что я был неправ вообще почти везде. Но это все было очень наукообразно, с точки зрения дизайна обоснованная, там писал кучу всякой умной штуки про какие-то мотивации, про целеполагание, про еще какие-то вещи. Они все были неправдивы. Мне в тот момент решения, которые использовали, сказались глупыми. Де-факто они таковыми не являются. вопросом. Спасибо большое. Ну что, я вижу, вопросов нет. А, нет, еще один есть. У нас как раз есть время для последнего вопроса. У меня вопрос, связанный с несколькими слайдами. Если то, что ты делал уже несколько дней, все считали глупым, оно делало, и вот тебе дают задачу вырастить команду, и команду в два раза, тебе дают вакансии. Вот и цель очень агрессивная на следующий год. Что лучше сделать? Вот ту половину людей, которые ты уже выучил и закоучил, и они уже делают хорошо, лучше взять новых и обучить самому, или все-таки взять легионеров и новых скомбинировать? Ну, это зависит, наверное, это вообще Ичарский вопрос, я не очень уверен, что я хорошо смогу на него ответить, но, на мой взгляд, это зависит, прежде всего, насколько у вас внутри компании есть культура и насколько эта культура самобытная. Если она у вас очень специфическая, ну, то есть, например, как вы лодку назовете, так она и поплывет, Wargaming так не зря называется, то есть у нас внутри очень много всяких разных конфликтов, файтов, всяких, там очень много людей с сильным мнением и все такое прочее. То есть в нашу культуру надо абсорбировать людей очень-очень последовательно. То есть даже если вы берете легионеров, вам надо давать какое-то время для того, чтобы они освоились и многие могут этого не сделать, даже если они сами по себе очень хорошие. Второе, чтобы я, возможно, сделал на вашем месте, я понимаю, что, опять-таки, иногда с начальством или владельцами просто не спорят по каким-то своим причинам, но попытался бы критически посмотреть на вопрос, а надо ли вам вообще удвоиться. То есть это на самом деле нужно и полезно. Есть какие-то кейсы, когда, условно говоря, один программист это и есть ваша юнит экономика. То есть если вы аутсорсер, то появление дополнительных рук практически наверняка приведет к появлению выручки. Но в случаях продуктовых вам действительно очень хорошо стоит спросить себя, оно вам надо вот прямо через год? Вам это не надо через 16 месяцев? Ну, то есть или может даже через 24? Что имеет лучшее? Ситуацию, при которой у вас половина команды не знает, как работать с другой половиной команды и это все вызывает какую-то беспрерывную свару. Бегают одни люди, жалуются на другие, что они тупые. Вторые говорят, что они не… Старые люди работают по устаревшим методологиям, не слышали про подставки лин, agile, скрам, неважно, все что угодно. Не умеют пользоваться каким-нибудь story point bidding и все такое прочее. Если это вас устраивает, вы можете расти быстро. Если вы знаете, что это может привести к тому, что вы в результате не заставите что-нибудь критическое кастомеру, опять же вопрос, наверное, лучше не расти. То есть залог успеха это взять человека, который поддержит ту культуру, которая… рост вот этот… Наверное, немножко не так. Я когда переехал в Канаду, я, очевидно, не был канадцем. Условно говоря, 6 лет Юбисофта и Год Ворнера, а я 7 лет прожив в Канаде, я там адаптировался. Большие массы людей, которые обладают неким общим культурным кодом, они имеют свойство перерабатывать всех остальных в этот культурный код или очень жестко их отторгать. Лучше всего искать человека, который сразу подходит. Это подход маленьких семейных компаний, некоторые из которых итальянские обувные могут по 800 лет существовать. То есть вторая опция, если вам действительно надо больше ресурсов, это понять, какой объем людей ваша школа способна превратить в своих учеников. То есть сколько процентов от общего текущего количества они приведут к тому, что вот это вот размытие культурное просто похоронит базовый код и похоронит то, что создало успешный продукт. И принимать людей вот этими вот чанками, понимая через сколько они превращаются вот в бабочку. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое за доклад, Андрей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!